Первое мероприятие фестиваля народных умельцев Горному Лусье Уран-Ус-Артега на днях прошло с большим успехом. Инициаторами фестиваля выступили администрация Селабер-Дегистях, Центр духовности имени братьев Даниловых и гончарная мастерская Той-Арт-Кюбее. В парке отдыха в живописнейшем месте развернулась Тююльге-площадка, где разворачивались события трех дней. Красивое действие открытия фестиваля национальным фольклором. Затем прошел семинар «От забвения до возрождения» для всех участников и гостей, где выступили гости с Дальнего Востока, представители Союза керамистов республики. Целабер-Дегистская культура, она как 6-5 тысяч лет тому назад, до нашей эры, были сделаны сосуды, они до сих пор находятся целые. Мехтанская культура, самый разгар, который наши тонкие керамики получили, и до сих пор они целые находятся. Это что я говорю, она керамика сам по себе долговечный материал, просто главное хорошо обработать, и как строительный материал нам очень подходит. И сейчас мы научились не только как сувенирные продукции сделать, а в основном, у нас можно делать любой строительный материал, даже можно делать пенокерамика. И вот эта пенокерамика, она более такая, по теплопроводности и по прочности, она лучший показатель, чем шлакоболуха. И она экологически, ну это чисто глина же получается, да, или вот такие вот, можно вот чисто теплопроводный материал сделать. Ну тут поменьше вот прочности, да, но вот так теплопроводный материал соответствует нашему, по Воснилску. А вот более такие прочные материалы, как уже как трекционно-теплопроводный материал, ну как шлакоболок, меняешь шлакоболок можно сделать. А вот эти материалы, которые, да, вот, они, их можно, ну, как подоконнику, там, промышленные полы, там, ну, тротуарная пилиска, там, это, в принципе, там, и я вот не знаю, в горном улусе, там, у вас запас сырья есть, поэтому, я думаю, там, когда-нибудь, там, может, там, горный улус полностью, вот, тротуарная пилиска с глиной делать. Ну, это глина, ну, в смысле, это, как керамогранит, 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 ну, получается, из глины, можете сделать долговечный материал. Спикерами фестиваля выступили уважаемые гости из Дальнего Востока. Народный мастер, мастер высшего уровня квалификации из Амурской области, города Благовещенск, керамист, художник Сергей Михайлович Клещев и магистр декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, мастер керамики, основатель и руководитель творческого центра «Истоки» Елена Александровна Васильева, город Владивосток. Глина, как она для меня, это сейчас уже не хобби, это образ моей жизни. Вот, езжу часто на различные соревнования, мероприятия и по области, и по стране, вот, участвую в различных конкурсах. И также занимаюсь тем, что пропагандирую и мифы, сказки малых народностей Амурской области, в частности, Эвенков, Ораченов, Орачи. Вот, потому что, ну, как такового гончарного дела и керамики в Амурской области никогда не было. Мы же пришли все, переселенцы. И вот мы, славяне, принесли что-то новое на Дальний Восток. Но культуру местного, местных народностей мы должны были именно вот соединить с культурой славян. Ну, так как мне это все близко, вот, Нанайцы, сейчас вот Якутия, как-то почему-то мне это сродни все. Все орнаменты имеют значение. Мне близко вся культура, поэтому я очень легко все это воспринимаю. Я впитал, вот, сегодня обряд ваш, это для меня что-то так, что аж мурашки по телу пошли. Для того это все здорово. Уровень мастерства и умений, проявленные во время мероприятий этими профессионалами, были поистине неподражаемы, а их участие внесло в работе фестиваля значительный вклад в общий успех мероприятия. Посетители мероприятия имели возможность наблюдать за всей работой керамистов, создающих потрясающие произведения искусства, используя самые разные техники и стили. Замысловатые детали и яркие формы их работ радовали глаз. И многие посетители были удивлены, узнав, сколько времени и усилий затрачивается на создание каждого произведения. Талантливый художник-керамист из Владивостока Елена Александровна представила уникальный способ обжига глиняных изделий в яме костра. Обжига нужно использовать совершенно высохшие изделия, полностью высохшие. Каждый раз такой обжиг – это эксперимент, потому что мы работаем со стихией. Огонь – это стихия, да, со всеми четырьмя стихиями мы работаем, соприкасаемся, когда общаемся с керамикой. То есть керамика, глина – это производная земли, это земля. Когда мы хотим с нее слепить, мы растворяем ее с водой. Когда мы хотим слепленное изделие, мы высушиваем на воздухе и потом подвергаем обжигу на огне. Это четыре природных стихии. Но мы знаем, что и вода стихия неуправляемая, и воздух может дуть, ветер сейчас, может сейчас ветра не быть. Может воздух быть сухим, может быть влажным. Также и с землей в глине могут быть камни, глина может быть капризной. И то же самое с огнем, тем более огонь – это такая живая очень стихия, которая может себя по-разному вести. В том числе в сочетании с другими стихиями. Поэтому всегда обжиг живым огнем – это неожиданные эффекты может давать. Может что-то не получаться, он может по-по-своему себя. Конечно, человек должен контролировать уметь, мастер. И у нас вчера эксперимент заключался в том, что Сергей Михайлович Крещев с утра выкрутил, мастер из Благовещенского, скрутил на гончарном круге, создал несколько чашек с утра, и они у нас успели за день высохнуть. И мы их пустили в обжиг. Это такой прямо экстрим практически для глины, потому что там все равно она должна высыхать полностью. Внутренняя могла внутри где-то влага остаться. У нас некоторые изделия вышли не целыми из печи, но это все равно нам не помешало, из ямы, которую мы обжигали, это не помешало нам все равно получить удовольствие от процесса, посмотреть на новые эффекты, попробовать новые эффекты. Какие-то изделия, при том, что из тех, которые были слеплены с утра, вот этих свежих, еще плохо подсохших, какие-то уцелели. Это здорово, это замечательно, и получились необычные новые эффекты у нас. На протяжении всех мероприятий в воздухо витало ощутимое чувство волнения и вдохновения, поскольку люди всех возрастов интересовались керамикой, керамистами и их работой. Особенно были очарованы дети на мастер-классах «Глинглиныч» и семейном конкурсе «Той Аблана». Мы приехали из Намского улуса, из села Намцы. Я сама работаю в Намском педагогическом колледже, преподавателем. Уже давно занимаюсь керамикой, и вот приучаю свою дочку к своей профессии. Очень хорошо, что проводятся такие мероприятия. Надо, чтобы люди знали, как делают керамическое изделие. А то некоторые думают, что там раз полепело, и всё. А это только начало работы. Там ещё после изготовления изделия надо её просушить правильно, обжечь правильно, покрасить, если надо. Это очень трудоёмкая работа. Это мероприятие очень грандиозное. Если вот Сергея Михайловича, я только по телевизору видела. По телевизору видела, и он воочию пришёл. И вчера ещё был обжиг. Обжиг на улице. Этот неоценимый опыт, который нам нужен. Мы очень многое узнали именно от наших соотечественников, которые занимаются продвинутые в своём деле. Это для нас неоценимый опыт. Я благодарна горному Лусу, что вот именно их пригласила. И я счастлива, что вот именно здесь, здесь вот в спокойной атмосфере, в лесу, в таком чистом воздухе научилась именно Азам Гончарства, ещё больше секрета узнала. Участниками мероприятия стали не только именитые мастера народных промыслов из разных улусов и республики, но и начинающие умельцы, молодёжь и дети, увлекающиеся прикладным творчеством. Фестиваль народных мастеров и умельцев является и просветительским мероприятием. Кто-то посещает его, чтобы сделать себе и близким хороший подарок, а кто-то впервые знакомится на нём с отдельными творческими направлениями. В село Бердевистях студия Гончарная Тюбея работает третий год. Её создали три родные сестры. Это мы, Альбина, Дая и я. Бердевистяская администрация нам выделила помещение в поддержку. И мы начали творить там чудеса из глины. Мы проводили мастер-классы, обучающие семинары проводили, выездные мастер-классы по деревням и весям. И нам кажется, что при возрождении этого вида деятельности, народного творчества, очень большой спрос. Для дальнейшего развития нашего дела, для развития керамики, нам нужно пройти семинары, пройти курсы повышения квалификации. Мы обучены, мы специалисты этого плана, но тем не менее всё равно надо всегда учиться. Мы выезжали в город Пензу, три человека с гончарной студии прошли обучение. Мы проходим в городе Якутске у таких признанных, скажем, лидеров этого направления, Камелёк, дом Камелёк. И сами будем выезжать на другие мероприятия этого плана и принимать участие в грантовых конкурсах. Мы один грант уже выиграли, грант Ильдархана мы выиграли и принимали участие в конкурсе социальных проектов «Неравнодушный гражданин» в городе Владивосток. Заняли первое место по социальным проектам. Это инклюзивное образование в нашей студии. Для жителей и гостей Горного Луса было большой честью принять на фестивале столь высоких специалистов своего дела – художников, керамистов с Дальнего Востока. Традиционные промыслы народа Саха и авторские работы, в которых есть душа народа, который приносит в жизнь человека красоту и дают им новые силы, сегодня очень востребованы, на которые есть устойчивый спрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова